Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Звездопад продолжается. К сожалению, попадают люди, которые, так скажем, но мне этот человек как актер, как артист, так скажем, фильмы с ним. Мне он нравился, особенно был фильм там про какого-то, по-моему, они, то ли разведчик, то ли уголовник, с Машковым, в общем, они играли там. Михаил Пореченков. Михаил Пореченков, у нас Мясников, Соловьев, Малышева, Бабкина, кто там еще дальше, Пригожин теперь и Пореченков, ребят. Конечно, это, да, вы тоже сейчас, я не знаю, как к нему относитесь, но думаю, что... Да, ну давайте сначала посмотрим, пожалуйста, смотрите. Мы все помним 90-е годы, и мы все прекрасно помним, как все происходило, в каком ужасе и катастрофе находилась страна, какой она досталась нынешнему руководству страны. Можно многое говорить, что-то получается, что-то не получается, да, но ошибок не делает только спящий. Мы запустили предприятие, подняли военно-промышленный комплекс, и это все благодаря усилиям руководителя страны. Мне кажется, что только благодаря Владимиру Владимировичу очень происходят такие серьезные глубинные процессы. В дальнейшем шок, и понятно, что это делается в преддверии голосования за Конституцию. Вы знаете, совершенно понятно, что есть принципиальные люди, которые скажут, я не буду и не буду. Но Пореченков нас убеждает, исходя из этого ролика, что страна досталась, я напомню, 6 долларов была цена нефти. Пореченков, если вы не помните, 6 долларов. И страна досталась, да, в не очень хорошем состоянии, но нефть стала стоить 120 долларов. А благосостояние народа оставляло желать лучшего и оставляет. То, что вы говорите, это просто, для меня это просто, ну я не знаю, как это даже выразить словами. Понимаете, не зря говорят, что артисты, да, они служат любой власти. Вот надо, чтобы, грубо говоря, поклонники определенных артистов, сейчас в преддверии голосования за Конституцию, сейчас они будут вот эти вот вещи говорить. Хотя и так все посчитают, как надо. Но, по крайней мере, надо же, чтобы, так скажем, эти люди сказали свое мнение. Для меня, вот после этого, Пореченков упал в моих глазах, очень сильно. Потому что он просто-напросто, ну он же не бесплатно это делает. Вы что думаете, что он сел из патриотических чувств вот этого отмелит? Я не верю в это. Я не утверждаю, что его кто-то купил, но я не верю. Более того, дальше в ролике Пореченков заявил об общей границе России и Сирии. Меня это вообще повергло в шок. Актер Михаил Пореченков, комментируя международные конфликты в Сирии и на Украине, отметил, что боевые действия в этих странах проходят в непосредственной близости от российских границ. Что именно имел в виду популярный IT журналистам, выяснить не удалось. Видео с рассуждениями заслуженного артиста России Михаила Пореченкова было опубликовано в соцсетях. Актер напомнил, в каком ужасе и кошмаре находилась Россия в 90-е годы. Она не могла находиться в нормальном состоянии, потому что одна страна прекратила свое существование, а другая еще, в общем-то говоря, конституционально не организовалась. И, в общем-то, там ничего не было. Не было ни правоохранительной системы нормальной, ни рыночной экономики. Ничего не было. Нужно было с ноля все создавать. Поэтому она не могла находиться в нормальном состоянии при нефти в 6 долларов. Я бы так сказал, что нынешнему руководству страна была передана в более-менее нормальных условиях. Просто нужно было... В список достижений за прошедшие годы Пореченков поставил запуск предприятий, поднятие военно-промышленного комплекса. Ну, военно-промышленный только и подняли, наверное, да. Недавно мы видели по Первому каналу сюжет, как военным выдали бытовки для гастарбайтеров вместо жилья. И это все, он говорит, благодаря усилиям руководителя страны Владимира Путина. Да, я могу сказать, что... Я могу сказать, что меня это поразило. Меня это просто шокировало. Я не думал, что Пореченков будет. Тут про него пишут абсолютно, абсолютно... Ну, лизнул так лизнул. Видать, народного сильно хочет получить. Пишет кэш. Ты лжешь и так далее. Но тут, в общем, в публичном пространстве, еще раз говорю, это лучше не читать. Еще раз скажу, я просто нахожусь в шоке, потому что... В принципе, что здесь такого? Ну, артист взял, сказал, что нужно было. Но как-то я к Пореченков, может быть, по-другому относился. Не знаю. Напишите ваши комментарии, ребят. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому нравится. Всем пока. До встречи.